Я хотел бы отметить, что Харьковские соглашения в новейшей истории России и Украины носят особое значение. Эти соглашения ознаменовали собой начало перезагрузки российско-украинских отношений при новых властях Украины после победы Виктора Федоровича Януковича на президентских выборах 2010 года. До этого наши отношения лучше всего характеризуются тем, что в течение нескольких месяцев беспрецедентный случай в истории посоветского пространства российский посол отсутствовал на Украине. И объяснение этому дал сам президент Российской Федерации Дмитрий Медведев в своем известном упрощении к тогдашнему президенту Украины Виктору Андреевичу Ющенко. Фактически к 2010 году российско-украинские отношения были на грани Холодной войны, или вернее даже уже переступили эту грань. Даже в период Холодной войны, вы знаете, мы не отзывали своих послов из стран, с которыми мы были в идеологическом и всяком ином противостоянии. Здесь же это случилось. И, конечно, все это находилось в кричащем несоответствии с тем договором о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, который действует между нашими странами, продуманно очередной срок, и заключен в 1997 году. Наши отношения никак не были отношениями дружбы, сотрудничества и партнерства в те времена, когда у власти находилась администрация Виктора Андреевича Ющенко. И я не буду повторять те оценки принципиальные. Почему это произошло? Мне кажется, это достаточно много было раз обсуждено, и можно, если хотите, вернуться к этому сегодня в ходе дискуссии. Но важно другое. Важно то, что новый этап российско-украинских отношений стартовал вот этими подписанными в этом прекрасном городе, очень близком, не только тем, кто в нем живет, но и многим людям в России, получившим здесь когда-то образование, жившим здесь, жившим здесь или бывавшим здесь. Эти соглашения стали образцом компромисса. Всякий компромисс, как правило, критикуется, стоя и с другой стороны, теми, кто в нем не заинтересован, радикалами. В случае Украины это была критика, доходившая до обличения в национальные изменения. И мы сегодня лишний раз видели представителей тех политических сил, которые в любом соглашении с Россией, даже если оно выгодно Украине, видят визыки национальные изменения. В российской политической среде высказывались мнения, прежде всего, это было в либеральных кругах, но и в некоторых так называемых либерально-демократических кругах. Я имею в виду пракцию УЗПР и партию УЗПР, которая не голосовала за артификацию этих соглашений в Государственной Думе 27 апреля. Высказывались противоположные соображения, что эти соглашения невыгодны России, так как залезают в карман каждому владельщику и уносят из этого кармана вот те самые деньги, которые в соответствии с этими соглашениями фактически идут по блату пребывания Черноморского флота и аренды севастопольских причалов и акваторий. То есть мы видим на самом деле, что когда достигается компромисс, который выгоден, я так считаю, и России, и Украине, как принцип взаимоотношений и как конкретная договоренность, всегда есть недовольные, которые бы хотели иного. Как правило, это оппозиция, которая всякий шаг власти встречает критикой, но здесь эта критика, я думаю, вы со мной согласились на Украине, согласитесь, на Украине в ходе ратификации, которая достигала просто незапредельных высот. Знаете, что интересно, оппозиция на Украине, я думаю, что сегодня и ее голос обязательно должен быть в ходе дискуссии, воспроизведенные и аргументы, с которыми мы готовы спорить. Оппозиция, традиционно выступая за приоритетные отношения Украины с Европейским Союзом, с Соединенными Штатами, абсолютно не обратила внимание на то, что как раз эти страны поддержали подписание Хайковских соглашений. Официально и посекретарь Соединенных Штатов, и министр иностранных дел Турции, и Европейский Союз выразили удовлетворение в связи с тем, что здесь, в этом вопросе, был найден компромисс. Ведь если по существу говорить о Хайковских соглашениях и о теме Сархайковских соглашений, то мы должны признать, что приближающийся срок, 2017 год, 2017 год в истории России и Украины всегда зловещим образом вспоминается. 2017 год, это был тупик, в который устремлялись отношения между Россией и Украиной, потому что так же, как правом отношении пребывания Черноморского флота в Севастополе должно было иметь подтверждение, пролонгацию договора, точно так же в предшествующий политический сезон, сезон героев Майдана, Виктор Андреевича Ющенко, была открыта, фактически, подготовка и проводилась активная пропаганда для обретения на своей стороне общественного мнения Украины с тем, чтобы флот Черноморский ушел из того города Севастополя, который он сам построил 200 с лишним лет назад, 227 лет тому назад. Были даже политические силы нашей Украины, которые афишировали желание поставить где-нибудь рядом на Граммской пристани, рядом с памятью Нахимова, часы, которые должны были отсчитывать часы, минуты и сопровождать это все песней «Прощай, любимый год». Вот такого рода, вот такой аккомпанемент на Украине до прихода Януковича официальная власть рассматривала проблему Черноморского флота как, безусловно, требующую одного единственного решения. Решение в том, чтобы Черноморский флот покинул перекаси Востокля. Надо отметить, что Виктор Андреевич Ющенко в 2008 году уже делал попытку не пустить Черноморский флот в место своего базирования. Те корабли, которые возвращались после участия в операции о принуждении к миру Грузии в 2008 году, из этого, как известно, ничего не вышло. И я убежден, что если бы не было даже формального продолжения, то возник бы формальная пролонгация этого города, то возник бы очень острый момент в наших отношениях, ибо Черноморскому флоту некуда и незачем уходить из Севастополя, и любой такого рода приказ, отданный Черноморскому флоту Верховным главнокомандующим, президентом России, рассматривался бы у нас в стране тоже как приговор тому политику, который в тот момент занимал бы этот пост. То есть мы шли в тупиковые ситуации. Мне кажется, что мужество, мудрость нового руководства Украины как раз и состояло в том, что, прекрасно понимая это, нашло в себе силы для того, чтобы выполнить свои предвыборные обещания в этом вопросе и пойти на договорён. С другой стороны, мы прекрасно знаем, что были подписаны соглашения по цене на газ предшествующим правительством Украины, с правительством Юрия Тимошенко, которые на гораздо большем объёме сулили Российской Федерации получение платежей, конкретно «Газпром» за продажу газа Украины. Другое дело, что, как я лично считаю, я об этом говорил, сразу после возвращения власти Виктора Януковича, говорил мы о конференции, которую мы вместе с господином Виноградовым и другими участниками проводили в марте 2010 года в Донецке, что мы должны войти в положение Украины, войти в положение её экономики. И эта цена на газ разорительна для Украины, она делает неконкурентоспособной промышленность Юга и Востока Украины. Правительству Тимошенко было проще подписывать такие договорённости, поскольку правительство Тимошенко политически не было заинтересовано в переуспеянии отраслей промышленности на Юге и Востоке Украины. Это не электорат, в данном случае Тимошенко, Ющенко. И если один советует до сих пор топить кизиком и соломой, только не впадать в зависимость от России по газу, то такого рода советы для металлургических гигантов Юго-Востока Украины выглядят очень экзотично. Мы должны были со своей стороны пройти эту часть компромисса, и мы её прошили. Можно спорить о том, большая эта цена, маленькая, но цена должна была быть уплачена, и это была цена не столько, по сути, за аренду Черноморского флота, за аренду Севастополя Черноморским флотом, сколько цена, которую мы должны уплатить для того, чтобы Украина, как у нас ближайший партнёр торгово-экономически, продолжала существовать как экономически независимая и партнёрская для нас страна. Мы не заинтересованы в развале, в крахе Украины, и это главная, на самом деле, причина, почему, мне кажется, мы в этом вопросе пошли навстречу Украине. Черноморский флот тоже причина, но она всё-таки причина и повод. А вот главная причина, содержательная, в том, что катаклизм на Украине, безусловно, не оставит без участка Российскую Федерацию и затронет её, и она совершенно не готова и не стремится к такому развитию сценариев на Украине. Вот, собственно говоря, то, что, мне кажется, лежит в основе этих соглашений, под ними поставили подписи два президента, Виктора Януковича и Дмитрия Медведев, и подавляющее большинство депутатов Государственной Думы поддержало эти соглашения 27 апреля, проведя ратификацию. Ратификация на Украине в тот же день проходила гораздо сложнее и гораздо зрелищнее, но она была поддержана 236 голосами, как мы помним. И с этого момента мы могли говорить о том, что, в отличие, может быть, от каких-то прежних периодов российско-украинских отношений, которые были периодами не слов, а дел, не дел, а слов, вернее, были периодами, когда многое обещалось, но мало делалось, расточались всякого рода посулы, но реально мало что происходило, это был реальный результат. Я думаю, что сегодня в ходе нашей конференции мы должны обсудить текущий период российско-украинских отношений, который выглядит менее оптимистично, чем нам хотелось бы тогда, по горячим следам подписания Харьковских соглашений. Мы рассчитывали, очевидно, и рассчитываем на то, что он будет заполнен новыми событиями, что история российско-украинских отношений будет обобщаться, договоренностей. Но пока у нас не все с этим удачно складывается, проговоры и переговоры продолжаются. Вы знаете о тех предложениях, которые сделала Российская Федерация Казахстана и Беларусь. В адрес Украины знаем о том, что это мучительный вопрос для Украины вообще. Между миражом и реальностью, между идеей вступления в Европейский Союз или каких-то отношений с Европейским Союзом и вполне конкретным предложением, которое много весит на экономике Украины, надо выбирать. Процесс этот, может быть, затянулся, но он в настоящий момент происходит.